В Индии цыган не было вообще, были индусы. По последним генетическим и лингвистическим исследованиям, предки цыган, группа индусов Касты, дом. Тысяча примерно человек, покинула Индию где-то в VI веке. Предполагается, что эту группу музыкантов и ювелиров индийский правитель подарил персидскому, как было в обычае того времени. Уже в Персии численность группы сильно разрослась, появилось социальное деление внутри ее, в основном, по профессиям, часть про цыган в IX-X веках начала постепенно передвигаться на запад и, наконец, дошла до Византии и Палестины, две разные ветви. Часть осталась в Персии и оттуда расползалась на восток. Часть из этих цыган, в конце концов, дошли до родины своих далеких предков, Индии. Византию цыгане покинули в период завоевания ее мусульманами, в надежде получить помощь от единоверцев-христиан, наивные были люди и времена. Исход из Римской империи длился десятилетиями. Часть цыган, все же, по различным причинам осталось на родине. Их потомки со временем приняли ислам. Есть гипотеза, что прозвище «египтяне» цыгане получили еще в Византии, за свою смуглость и за то, что наиболее заметная часть цыган занималась, как и приезжие египтяне, цирковым искусством. С цирковым же искусством и с гаданием связано было и другое прозвище, от которого произошло и слово «цыгане» о Чингане. Изначально, так называли неких сектантов, ищущих тайных знаний. Но со временем, видимо, слово стало нарицательным, ироническим для любого, кто занимается эзотерикой, фокусами, гаданиями и прорицаниями. Сами себя цыгане уже тогда называли «рома», и сами себе дали прозвище «кале», «чернявые», «смуглые». Считается, что именно цыгане широко распространили в мусульманских странах танец живота. Однако тому нет ни доказательств, ни опровержений. Традиционными для цыган областями деятельности являются искусство, торговля, коневодство и ремесла, от прозаических изготовления кирпичей и плетения корзин до романтических ювелирного искусства и вышивки. Вскоре после прихода в Европу цыгане стали одними из жертв больших социально-экономических кризисов и подверглись жесточайшим гонениям. Это привело к сильной маргинализации и криминализации цыган. От полного уничтожения цыган спасло в общем и целом нейтральное или дружелюбное отношение большей части простого народа, не желавшего исполнять в отношении цыган кровавых законов. Говорят, что знаменитый попюс учился гадать у цыган. Инквизиция никогда не интересовалась цыганами. Медицине неизвестны случаи заболевания проказой в среде цыган. Самые распространенные группы крови у цыган – 3,1. Процент 3,4 крови очень высок по сравнению с другими европейскими народами. В средние века цыган, как и евреев, обвиняли в каннибализме. В 18-19 веках, с повышением терпимости к ним в европейском обществе, криминальность цыган резко и сильно снизилась. В 19 веке в Европе пошел очень быстрый процесс интеграции цыган в общество. В Россию цыгане пришли более 300 лет назад. Как и другие укоренившиеся ныне народы, например, калмыки, они получили императорское разрешение проживать в России и заниматься традиционными ремеслами – торговля, коневодство, гадание, пение и танцы. Через некоторое время эти цыгане стали называть себя «русско-рома», до сих пор это самая многочисленная из цыганских национальностей в России. К 1917 году русско-рома были самыми интегрированными и образованными цыганами России. В разное время в Россию эмигрировали также колдерары, котляры, лавари, сервы, урсари, влахи и другие цыгане. Почти все названия цыганских национальностей либо являются названиями ключевых профессий, либо отображают названия страны, считающейся ими родной. Это многое говорит о цыганских приоритетах. Знаменитый цыганский национальный костюм был придуман в XIX веке. Первыми его стали носить колдерары. Национальный костюм русско-рома был придуман артистами для создания более экзотического сценического образа. Исторически цыгане всегда были склонны носить одежду, характерную для страны проживания. Цыгане – известные пацифисты. Однако в разное время они служили при армиях и в армиях Германии, Пруссии, Швеции и России. В 1812 году русско-рома добровольно передавали на содержание российской армии большие суммы. Молодые цыганские парни воевали в составе российских войск. При этом, что забавно, в войске Наполеона сражалось немало французских цыган. Есть даже описание встречи во время битвы между испанцами и французами двух цыган с разных сторон. Во время Второй мировой войны цыгане участвовали в военных действиях в составе как регулярных армий СССР, Франция, рядовые, танкисты, военные инженеры, летчики, санитары, артиллеристы, так и партизанских групп, смешанных и чисто цыганских, СССР, Франция, Восточная Европа. Партизанские действия цыган против фашистов иногда называют «арии против арийцев». В результате систематического направленного истребления цыган фашистами в Европе умерло около 150 тысяч, для сравнения, в СССР проживало от 60 тысяч, по переписи, до 120 тысяч, по предположениям, цыган. Цыганский холокост называется «калитраж», есть также варианты Самударипен и Параимас. Среди выдающихся цыган есть ученые, писатели, поэты, композиторы, музыканты, певцы, танцоры, актеры, режиссеры, боксеры, чемпионы, футболисты, историки, политики, священники, миссионеры, художники и скульпторы. Во времена Сталина цыгане подверглись целенаправленным репрессиям. Термин «цыганский барон» используется цыганами лишь последние пару десятков лет, и далеко не всеми. Это заимствование из СМИ и романтической литературы. Термин используется специально для общения с нецыганами. В мире существует несколько заметных цыганских театров, в России, на Украине, в Словакии, в Германии, а также театры и студии помельче в этих и других странах. Одно из самых интересных цыганских понятий – это понятие «скверны». Оно связано с нижней частью тела замужней или просто взрослой женщины. Достаточно ей над чем-нибудь пройтись, как это место становится «оскверненным». Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, и обувь автоматически считаются «оскверненными». Поэтому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит большой фартук. И по той же причине, чтобы не быть оскверненными, цыгане предпочитают жить в небольших, одноэтажных домах. Короткие волосы у цыган – это символ бесчестия. Волосы остригали изгнанным и изолированным. До сих пор цыгане избегают совсем коротких стрижек. Цыгане понимают многие простые фразы, произнесенные на хинди. Поэтому цыгане так любят некоторые индийские фильмы. У цыган есть нежелательные профессии, которые обычно скрываются, чтобы не «выпасть» из цыганского общества. Это, например, фабричная работа, уборка улиц и журналистика. Как и каждый народ, цыгане имеют свои национальные блюда. С древних времен цыгане жили в лесу или около него, поэтому питались пойманными на охоте зверями, зайцами, кабанами и прочими. Особенное национальное блюдо цыган – еж, жареный или тушеный. Носители цыганских генов называются Романа Рад. За Романа Рад признается право, если они захотят стать цыганами. Романа Рад являются гитарист группы Rolling Stones, Ронни Вуд, Сергей Курехин, Юрий Любимов, Чарли Чаплин и Анна Нетребко. Слово «лавы» в русском жаргоне заимствовано из цыганского языка, где имеет форму «ловы», цыгане не акают, и значение – деньги. Серьга в одном ухе у цыгана означает, что он единственный сын в семье.